Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и мы играем с вами на моем сервере мини-игр в режим War. И пойдем мы, наверное, на War 2, потому что на War 1 много народу, на War 2 мало, там, не шлаков будет, я думаю. Да и вообще всегда, ребята, знаете, когда заходят, лучше на полном сервере не сидеть, потому что экспорта проще, когда меньше игроков, во-первых, во-вторых, там меньше народу, меньше у вас задержек должно быть, я думаю. Так, ну что, сейчас я напишу сейчас в War 2. Так, ну что ж, я перехожу на War 2. И вообще, к чему я отпускаю? Хочу две вещи сказать. Первое, будет турнир по вару. Турнир. Вот, турнир по вару скоро уже, я даже сказал бы сегодня. И появился новый класс, также были отбалансированы другие классы, сделанные им новые фишки и так далее. Появился новый класс, низи, вот у меня он сейчас разблокирован, 30 тысяч XP стоит. Вот, и что у него есть? У него есть Кама, я не знаю, что сказать Кама, Крюк и Сюрикен. Я думаю, это, Серега еще забыл добавить, то, что у него есть дымовая шашка. Ну ладно, вот здесь, в принципе, они, естественно. Вот. Дразняющий удар удар, ударяя противника, вы получаете бонус в скорости, то есть, когда вы денетесь, вы получаете на себя баф скорости. Ядовитое оружие, ваши Сюрикены отравляют противника. Отлично. Дымовая шашка, бросите дымовую шашку, чтобы скрыться в тумане и отпрыгнуть назад. Это классная штука, а пока что она работает. Крюк, цепляйтесь крюком, чтобы протянуться к недоступным местам. Крюк пока плохо работает, но потому что это старая версия крюка, новой версии Сереги не было. То есть, у них диджиталменом не стояли, диджиталменом он сделал версию крюка, поэтому он тут очень хреново пока работает. Но он думал, в то время, как он накопит XP для ниндзя, он уже будет работать отлично, прямо как на нигеляйшне. Мягкая поступь. Не получает урон, если падает из фасты меньше, чем 10 блоков. Тоже отличная штука. Ну что ж, берем ниндзя. Вот он. Крюк, я как и на нигеляйшне, я уже сказал. Но, я говорю, он пока не работает нормально, поэтому он там будет не срабатывать. Так, ну что ж, перейдем к другим вещам. Сюрикены. Сюрикены выстреливаются моментально, и можно выстрелить почти сразу же 10 штук. То есть, так вот, оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И они отравляют. Но при этом, у них, собственно, здесь всего полсердечка. То есть, дэмэдж от них никакой, но отравление, это отравление, очень хороший дэмэдж. То есть, можно отравить, вот видите, этого чувака отравилось, он тебе под ядом. Но сюрикенов не так много, и они постепенно исчезают. Ну, то есть, кончаются. Так, ну что ж, поговорим о других способностях. Это, так сказать, не самая лучшая карта, вообще, на самом деле, для моего класса. Но, да, ладно, в принципе, не важно. Да. Так, а, может, кстати, включить звуки в игре, я же всё-таки поправила, там у себя проблему. Вот, и двадцатки сделаю. Звуками-то играть куда приятнее. Чувак зачем-то тащит бомбу на нашу базу. Отлично. Вообще, на самом деле, нет смысла вот там вот брать и кидать их, кидать их в подверят. Блин, вот эта карта не самая лучшая для меня, этот каньон, но это ладно, в принципе. Там все они сидят сбоку дутов, чтобы я его не видел. А не, это красный. Вот, это вообще самая ужасная карта, наверное, для меня будет. Ну, а так и посмотрим другие фишки моего класса, типа домовой шашки, например. Сейчас сейчас пробую выполнить, может, у неё одну фишку, но не знаю, получится или нет, это уже как получится. А, перелетел, нет! Чарт. Давайте ещё раз. И ещё раз попробуем. Вот, это класс ниндзя очень полезный, но пока ещё не доработан. Мы будем его фиксить. Мы каждый день вносим фиксы в классы, то есть делаем одни классы сильнее, другие слабее. Ну, так сказать, даже не для того, что так надо, для того, чтобы просто пофиксить их. Берсерк пока что сам ужасный класс, и, кажется, на этой карте разгорается горение работы. И только бастовый раунд закончится. Так, я понял, уже первый баг, видите, видим, то есть при уходе среда, когда я делаю эту домовую шашку, я ухожу в инвиз. То есть, как бы, у меня не видно для остальных игроков. Кажется, я сжёг мост. Сейчас сожгу пол арены. Это, видимо, на Варе 2 мы флаг ещё не поставили, но на Варе 1 он уже стоит. Отлично, 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 отлично. Вот, 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 нарезаю врагов, так, минус один, минус два, сюрикенами, ах, не успел. Так, давайте-ка на Варе 2 сходим, я не хочу здесь ничего сжечь, потому что... А вот, уже всё, раунд закончился, в принципе, мы, кстати, выиграли, я получил 140 XP. У меня X7 умножающее, потому что у меня как спонсор. Плюс там ещё boost XP, просто в этом тесте я таки не убрал. Так, сейчас я выберу, наверное, на Варе 1. Вар 1, вот на Варе 1 всё-таки буду играть. И выберу я арену, тут уже создатся за человека, офигеть. Чё же тут есть? Забито, 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 но вот флоу не забито, на флоу и пойду, наверное, за своего ниндзяку. Это будет, кстати, да, насчёт турнира, ссылочку я оставлю в описании. Вот, турнир будет сегодня в 6 часов по Москве, или в 5 часов по Москве, я не помню точно. Вот, ссылочку на форум, на тему, где можно будет оставить заявку, да, кстати, ребят... А, чё, всё уже, блин, игра закончилась так быстро, я думаю, чё за фигня? Вот, ниндзя. Ну, я пока что открыт только ниндзя, базовый класс и берсерк. Блин, берсерк меня не видно из интерфейса, надо будет интерфейс чуть поменьше сделать. Оп-оп, летж, авто, смол, норма, вот это норма, самое то. Вот, вы скажете, ты же можно прыгнуть наверх, карты, там, все дела, там, и оттуда сидеть, там, это будет слишком мчительно. Тут у карты есть граница, поэтому это не прокатит, да, ё-моё. Я говорю, Грейпл пока очень плохо работает, очень плохо работает. Но нество вообще ему не цепляет. Видимо, Серёга специально сделал, чтобы на край карты нельзя было запрыгивать. Да, видимо, он так сделал. Хотя, не, не, просто не срабатывает Грейпл, говорю. Это пока старая тестовая версия, просто нового у Серёги не было. Он делал это ночью, я же дал мой, ночью спал. А теперь Серёга ушёл спать, а... Где он специально... А, вот, 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 давай. То есть наверху, а, я админ, я же могу запрыгивать, ё-моё, да. Я, короче, могу запрыгивать, нет, 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 вот здесь тоже конец карты, и меня не пускают. То есть, полиция здесь просто так не похожа. Видите, у меня уже Серёга, мне просто предлагает выйти. Конечно, варлип. И вот я падаю спокойненько с такого расстояния, и если не 10 блоков, то у меня, наверное, всё срабатывает. Ну, блин, это тестовая версия Грейпла, конечно, пока что вот Низи, этот Грейпл бесполезен. Кстати, да, если вы Грейплом попадаете вот так вот в врагов и ударяете его, то он тоже получает яд. И вот тоже эта штука отравляет, да, довольно-таки прикольно. То есть Грейпл можно использовать как и отравляющий элемент. Всё, мы противник под ядом. Постепенно яд убьёт его, ну, не убьёт, но по коцу и дополнительное сердечко, а дальше уже всё будет окей. Вот, отлично, я отравил противников, это самое главное. И теперь в спину, в спину 1, 2, 3. Ну, нет, двоих всего убил, третьего уже не добил. Ну, ничего страшного, этот класс, говорю, он будет дорабатываться, будет делаться. Довольно-таки классный класс. И берсерка, как вы сейчас изменили берсерка? Давайте я возьму его, чтобы показать, вот и берсерка беру. Теперь у него один грибочек, и этот грибочек не даёт ему больше сил. Этот грибочек вообще не даёт сил. Теперь берсерк работает так. Чем меньше у вас сердец, тем больше вы атакуете. Грибок даёт только скорость бега и снижает ваше хп сразу же наполовину. То есть, если хотите сразу же получить бонус к урону, то вы просто берёте и сожрёте гриб. Шхуиде. И у берсерка вообще никак не регенится хп, даже если у вас потом будут хилеры. Хилеры не будут хилять берсерка, потому что берсерк теперь, ну, он не хилится. Берсерк очень сильный класс, но умирает практически с одного удара. Да, то есть, если меня вовремя ударят, у против... О, видите, сколько нордук убивал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, кстати. Уже больше десяти человек открыли берсеркера. Уже больше десяти человек открыли берсеркера. Представляете, сколько это людей? Да-да-да, вот такие дела, ребятки. То есть, есть один чел, у которого почти две тысячи килов, то есть, задрог какой-то там, вообще капец полный. Вот, и молодец, он мне даже радует. Мы таких будем поощрять в будущем, может, какие-то будем бусты им врубать отдельные, там, на пару дней, или так далее. Типа, если вы в топ-десятке, у вас там работают, увеличение опыта в два раза, и так далее. Вот, всё. Меня, вот, за берсеркера убить очень легко. Я сегодня играл против берсеркера, видите, я всего одного человека убил, и меня уже забили. На самом деле, против берсеркера два отличных класса, вот три, даже три отличных класса. Это ниндзя, снайпер и арчер. Блин, вот 8 секунд на этой карте старта, это так долго, вы не можете покидать арену, пока не придёт 8 секунд после старта. А, ну, тут ещё команда выиграла, то есть, я даже 16 секунд ждал. Вот, то есть, против берсеркера отличный вариант, это лучник, снайпер и всякая такая шерлупа, которая на ранжера стреляет. А вот этот, как раз-таки, ниндзя, это вообще идеальный вариант, потому что вы просто кидаете в него сюрикен, он доотравляется ещё. И просто дадите в двумую шашку, заходите к нему, знаете, убиваете. Потому что из двумой шашки можно заходить легко противникам вообще за спину полностью. И вот, как раз-таки, вот этот вот ниндзя, ниндзя и убийца, они, по сути, такие классы, которые рассчитаны на убийство всяких вот этих вот лучников, которые на башне сидят. И вот, видите, в самом деле, ещё один берсеркер, видите, 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 ещё один берсеркер набежал, то есть, берсеркеры есть. Я не обманываюсь, реально, люди уже открывают. Мы вчера уже засадили топ, ну, этих людей, кто сколько открыл. Скоро на сайте сделаем, скорее всего, топ, топ 100, типа, у игроков статистик, там, топ убийства, там, топ процентов побед, там, и так далее. Возможно, будут сделаны такие классы, которые, например, если у вас больше 70% побед, да, то у вас открывается этот класс, становится меньше, а то класс для вас закрывается. Вот, да и другие-другие фишечки довольно-таки интересные. Все, ребята, всё будет, мы в вас рассчитываем, мы в вас рассчитываем. Вот. Блин, я так плохо упал за берсеркер, нельзя падать в воду, а, вот видите, нельзя. Да, и, кстати, ребята, насчёт этого, Annihilation, насчёт Annihilation, в Annihilation уже можно даже играть, но пока что мы вот, сегодня, суббота, воскресенье, они у нас будут на технических работах, я так думаю, они будут, ну, как бы, то доступно, то недоступно, непонятно, это будет всё дело. Вот, скорее всего, будут недоступны большую часть времени, потому что мы будем исправлять многие баги, добавлять классы, и, возможно, уже к понедельнику можно будет формить XP, и, естественно, все классы будут закрыты. Да, то есть можно будет формить XP, но это, как бы, не факт, но возможно. То есть мы, видите, работаем в таком супер-темпе, мы столько всяких вещей делаем, то есть и вар там, и всё, блин, скорость у него. Большая, за Берсеркера его не догоняют, так, отлично, парень, давай, всё, убит мною. Вот, видите, варить и лава не умирует, то есть люди не умирают, так что смерти варе нет, возьмите, что вы когда умираете, у вас окошко-респаун не появляется, это очень удобная система, тут смерть ненатуральная в Майнкрафте, и это очень хорошо, я считаю. Вот эти лучники, они в него раздуплились, потому что меня нужно убивать издалека, но я ведь убиваю за собой троих, забираю, как бы круто. То есть, что Берсеркера получить нужно всего лишь... А, у меня он разблокирован, поэтому мне пишут, что нужно сделать. Люди уже убили многие, да, вот, даже я играю только на сплейке, так и иногда с друзьями, там, Серёга с Дигей, потасить классно, он убивал уже 800 человек, то есть у меня уже почти 200, и будет Берсеркера, но как бы я его уже купил, потому что очень крутой класс, и я подумал, что лучше потрачу экспо и куплю его, потому что всё-таки вам круто. Вот. Просто залетаю, так, минус один, минус два, минус три, вот так вот, сделаю так, чтобы они не могли по мне ударить, то есть я к ним сбоку подхожу, к сбоку за Берсеркера нужно не бежать в лоб, нужно... Оооо, вот ещё один Берсеркер! В нашей команде, видите, да, вооо, вообще с ним тачим, вооо, вот он, красавец, здесь это стоит, я вижу его на груднике, сейчас вместе с ним пойдём, там, растаскивать всю эту движуху. Ты давай, парень, ты где? Вооо, вот, он бежит. Вот, то есть, Эвар постепенно будет развиваться, то есть, Вар буквально неделю, ну, даже, мы чуть больше, у нас уже в нашем проекте мини-игр уже чуть больше, я думаю, вот, и уже за это время, за это время столько всяких обновлений и изменений, то есть, Вар тоже живёт, как и Анигилейшн, ну, в одном плане, мы только в Голодных Играх сейчас проигрываем, но, естественно, другие мини-режимы не обновляются, потому что мы пока заняты этим. То есть, я думаю, до апреля мы будем в целом заняты только Варом, Анигилейшном, и, вот, как бы, получается, Голодными Играми, а потом уже займёмся в другие мини-режимы. То есть, до апреля, если будут какие-то появляться мини-режимы, то это будет, как бы, нонсенс. Ну, хотя, Квайккрафт ещё добавить хотим и чём-нибудь ещё. То есть, мы это найдем потом, ребята, конечно, всё будет, но нужно иметь терпение. Так, ну что ж, возьму Анигилейшн, уходят за него пока плохо фармить, потому что удочки не работают. Потому что вся, по сути, ну, как главное, это работает, это не работает. То есть, по сути, вся фишка этого класса именно в этой удочке, как у Скаута в Анигилейшне, вот, но, как видите, пока она плохо работает, хотя, вот, сейчас у меня из четырёх раз-то, из пяти раз-три раза сработало. Вот, теперь мне ещё и назад откинуло. С вами, посмотрим, чел, он пытается флаг перенести. Отлично, у нас чел флаг забрал. Ну, как раз стреляю к этих ребят. Отлично, с эрикенами забил, ага. Вот, мне нравится эта система, то, что я ударяю, мне даётся скорость, и всё, мы победили. 315 хп не дали, но у меня, прежде всего, у меня жители х7. Так что, ребят, давайте. А, кстати, да, я забыл сказать, ребята, те, кто досмотрели до конца, они точно будут, но узнаете, кто не досмотрели. Первое место, в командах будет по 6 человек на турнире. В командах будет по 6 человек. Первое место, 25 тысяч очков, то есть, хп, всем членам команды. Второе место, 12,5 тысяч очков хп, и третье место, это по 5 тысяч очков хп для всех членов команды. То есть, можно оформить реально кучу хп, даже если у вас нет команды, ребята. Собирайте людей, в TeamSpeak, и неважно, где вы, прямо в Наваре, скажите, ребят, давайте на турнир команду соберём, там, все дела, уже сегодня, там. То есть, уже через буквально, для меня, он, получается, будет через 6 часов. Ну, когда ролик отрендовится, у вас ещё будет, не знаю, часа 3, чтобы собрать команду. Я думаю, когда вы увидите это видео на ютубе, у вас ещё будет часа 3. Может быть, 2, но это вполне достаточно, чтобы собрать. Поэтому, ребята, всех ждём. Всех ждём, так что, ребята, всем удачи, всем пока. Заходите, собирайте команду на турнир, там, выигрывайте экспи, и так далее. Первый турнир, он будет происходить на спецкарте, но это будет, как бы, такая же карта, как всегда. Кстати, да, на турнире будут все классы открыты. То есть, даже если вы не знаете, что, вы знаете, что не победите, но всё равно у вас есть, там, 6 друзей, или вы можете собрать людей, да, чтобы чисто поиграть за другие классы, ребят, советую. Вот, мастер-чан тут висит, заснул, бедняжка, простудишься. Надо его куда-нибудь потеплее вместо, вот, на люстре его. С-мастер-чан, всё, чувак, на люстре будет. Здесь потеплее, она хоть в Лоустон уже тёплый, по идее. Ну, он топит лёд. Вот, ну что ж, ребят, в принципе, на этом всё. Заходите на мастерами игры, играйте вместе со мной, кстати, онлайн уже очень большой. Вот у меня сейчас по Москве получится сейчас 12.30, а онлайн на серверах... Ну, это из-за того, что мы сейчас не Глейшн, вырубили 450 стол, да, но был 6.570, для наших мини-игр это очень много, для новых мини-игр это вообще очень круто, вот. Ну, то есть, не Глейшн, как бы, я сейчас не знаю, он сейчас работает, не работает, а вот он его даже закрыл такой, забетонировал портал, ну, второе, видимо, не Глейшн работает. Вот, ну что ж, ребят, в принципе, это всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!